Но в конце концов, каждый начнет облагать налогами еще больше. Например, 2% от всех ваших акций. Или 2% от всей вашей крипты. Да 2% от всего, что у вас есть. Я не знаю. Что я точно знаю, это то, что биткоин – лучший актив, который нужно держать, когда это время настанет. Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. Добро пожаловать в новое видео. Недавно ФРС США сообщила о рекордной с 2008 года инфляции. Что ж, мы ожидали этого. Как только увидели первые вертолетные деньги, а печатный станок начал рекордно создавать деньги из воздуха. Но смогут ли они так делать вечно? И когда момент настанет, как они будут покрывать дефициты и дальше? И при чем тут биткоин? Об этом я нашел очень интересный монолог в исполнении директора микростратегии Майкла Сейлора. Ссылка на него в оригинальном английском исполнении будет в описании под видео. Я же перевел и озвучил на русском. Но, прежде чем мы начнем, я хочу, чтобы ты написал в комментариях, какая погода у тебя. А то ж жара стоит неимоверная. Просто пекло какое-то. Я такого жаркого лета не припомню. Что за катаклизмы вообще? Я думаю, что банкиры и весь западный мир продолжат раздувать предложения денег. Пока не настанет момент, когда они больше не смогут этого делать. Они будут платить за все дефициты инфляции, пока еще могут. В момент, когда больше не смогут, они обратятся к налогообложению. Налогами агрессивно облагать будут сначала доходы, а потом, в третьей фазе, и имущество. Они не смогут получать достаточно денег с подоходных налогов, так что появится налог на имущество. И пока вы не впали в ужас, просто вспомните, что во Флориде, например, нет никакого налога на доход. Зато есть налог на имущество в 2% в год. На все имущество в виде недвижимости. Возможно, они проведут переоценку всей недвижимости и поднимут налоги еще на 50%. Или, может быть, они перейдут с жилой недвижимости еще и на коммерческую и другие виды имущества. Я думаю, это будет политический процесс со множеством переговоров. Каждый штат сделает это по-своему. Каждый город, каждая страна и администрация, все они сделают это по-разному. Но в конце концов, каждый начнет облагать налогами еще больше. Например, 2% от всех ваших акций. Или 2% от всей вашей крипты. Да 2% от всего, что у вас есть. Я не знаю. Что я точно знаю, это то, что биткоин – лучший актив, который нужно держать, когда это время настанет. Если ты держишь строение в Калифорнии, ты никак не передвинешь его в Вайоминг. Но биткоин ты можешь перевести из Калифорнии в Вайоминг безо всяких проблем. Если у тебя есть недвижимость в центре Манхэттена, будет очень сложно ее спрятать. Они увидят твои здания, проходя мимо, и скажут, «О, у нас тут еще один багаж, давай обложим его налогами». Но если они пройдут мимо тебя, они не увидят твои биткоины. Они не смогут увидеть, что у тебя есть куча денег. Я думаю, они могут увеличить налоги до 2-3% в год на землю, здание или компанию, может даже акции. Я бы так сделал. Невозможно взять и моментально передвинуть штаб-квартиру Apple в Монако. Ты не можешь перевести центр Рокфеллеров в Монако. И ты не можешь взять свой земельный участок и отвезти его туда же в Монако. Но ты можешь увезти миллиард долларов в биткоинах в Монако. Штаб-квартира Apple, безусловно, очень красивое строение. Но оно не ликвидно. Очень богатая компания в Пекине, например, никогда не купит штаб-квартиру Apple, если Apple захочет ее продать или переехать в другое место. Так что впереди нас ожидает инфляция, а значит вы сами хотите владеть имуществом, чтобы защититься от нее. Но вы хотите владеть самым высококачественным имуществом. Что это значит? Такое имущество сложно украсть, обложить налогом и очень легко развивать. Такое имущество самое желанное на земле. Также высококачественное имущество легко передвигать. Почему поместье в Нью-Йорке ценнее, чем поместье среди Канзаса? И то, и то поместье. Поместье в Нью-Йорке построено на граните. Ты можешь построить стоэтажку на граните. Это же не песок и не грунт. Вторая причина в том, что в Нью-Йорке ты можешь обновить свое поместье и превратить его в абсолютно любую вещь. Биткоин тоже можно развивать, потому что это открытый протокол. Ты можешь разработать тысячи решений для него, причем из любой точки планеты. Вот почему ты хочешь владеть им. Вот почему миллиард долларов в биткоине лучше, чем миллиард в золоте или в земле или в недвижимости компаниях. Да, все это тоже является имуществом, но все это легко может быть испорчено и их труднее развивать. Труднее и перемещать. Если смотреть на длинную дистанцию, нужно найти наиболее высококачественное имущество и держать его на долгосрочной перспективе. И я бы не так сильно переживал о политических процессах. Если политики продолжат безудержную инфляцию, высококачественное имущество только выиграет. Если они захотят сделать подоходный налог до 90%, в этот момент ты захочешь держать высококачественное имущество, потому что такое имущество ты не обязан продавать. Как же избежать налога? Никогда не продавать. Низкокачественное имущество может ухудшиться, и тебе придется его продать. И если ты его продаешь, тебе придется платить и налоги на капитал. Если ты хочешь переехать отсюда куда-либо, тебе придется продавать здесь недвижимость и платить налоги на капитал и налоги на доход. Так что высококачественное имущество защищает тебя от подоходного налога и, наконец, от налога на имущество тоже. Выходит, такое имущество сложнее всего обложить налогами. Если тебя обложат налогами на недвижимость в Калифорнии, тебе придется заплатить все. Если обложат и твою компанию, тебе тоже придется заплатить все. Но если в Калифорнии обложат налогами биткоины, ты просто вывезешь их отсюда. Так что если вы сейчас пишете закон в Калифорнии о том, что обложить налогом, какой смысл облагать налогами то, что могут отсюда увезти, как только ты ведешь эти налоги. Так что люди не будут так сильно пытаться обложить налогами высококачественное имущество, потому что обложить его налогами очень трудно, и они вряд ли добьются успеха. Как вообще обложить налогами биткоин в США? Не на уровне конкретного штата. Придется придумывать налог на федеральном уровне. Ну допустим, они облагают биткоин на федеральном уровне, и что? Люди просто вывозят его из страны. Окей, если ты гражданин, то тебя все равно могут заставить платить налог. Но тогда я продам его не гражданину этой страны. Вопрос, захочет ли кто-то, кто не является гражданином моей страны, владеть биткоином или участвовать в его передвижении за границу? Ну конечно же да. В итоге мы идем к тому, что я называю регуляторный арбитраж. Всегда будет место на земле, где биткоин хотят, и где его не обкладывают налогами. Итак, Майкл Сейлор говорит, что после фазы инфляции наступит фаза налогообложения. Причем всего подряд. Компании, акции, криптовалюты. Все это будет облагаться налогами. И в этот момент те люди, у которых нет биткоина, очень сильно об этом пожалеют. Со слов Майкла Сейлора. Но я склонен верить в это, потому что я тоже верю в биткоин, точно так же, как и Майкл Сейлор. Пиши свои комментарии, что ты думаешь по этому поводу. Как тебе такое будущее, которое нас ожидает? Хотя на самом деле, если у тебя есть биткоин, тебе бояться будущего нечего. А меня зовут Богатейщий Ди. Подписывайся на канал, ставь лайк, комментируй, делись видео с друзьями. Обязательно. Богатей. Увидимся завтра в новых видео. Кстати говоря, я прямо сейчас уже работаю над видеороликом про эфириум. Там очень много всякого интересного. Завтра оно будет на канале. Либо утром, либо вечером. Как обычно. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok